Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Энглиш. У нас у всех в жизни бывают моменты, когда мы просто в шоке от происходящего. Непосредственно с нами или вообще в мире в целом. Последние пару лет потряхивает знатно, что уж тут говорить. Сегодня разберем фразы, которыми можно выразить это шоковое состояние. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и ставьте лайки, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Поехали! Фразы, которыми можно выразить шок, могут содержать само слово шок, которое, кстати, может быть как глаголом, так и существительным. Меня шокировало то, что я услышала и дальше уставляется, что именно. Эти новости были для меня шоком. Мы все в полном шоке. Также есть фразы с тем же значением, но уже без самого слова шока. Вместо него можно использовать, например, Все они идут в конструкции с глаголом to be, то есть И дальше, что вы там услышали. Я была просто в шоке и вставляйте события или новость, например. Шок может выражаться отсутствием слов. I'm speechless. Нет слов. I'm lost for words. Тоже про то, что слов не осталось. Есть еще выражение To be taken aback. Быть ошеломленным, ошарашенным. My parents were completely taken aback when I told them the news. Мои родители были просто ошарашены, когда я им сообщила свои новости. Можно уточнить, что то, что происходит, очень неожиданно. Это произошло нежданно, внезапно. Можно даже задать риторический вопрос. Ну, кто же мог такое предсказать? Если вам нужно выразить то, что вы во что-то поверить не можете, для этого тоже есть фразы. I just can't believe it. Я не могу поверить. It's unbelievable. Невероятно. Words can't describe how I feel about... Словами не описать, что я чувствую, и дальше вставляйте что. There's no way it could have happened. Ни за что такое не могло случиться. How is this possible? Как это вообще возможно? Who would have thought? Кто бы мог подумать? Так же можно выразить ужас от происходящего. It's terrible. What terrible news? Это ужасно. Какие ужасные новости. It's so awful. Это так ужасно. It's a tragedy. Это трагедия. It's a catastrophe. Кстати, произносится именно так. Catastrophe. Это катастрофа. This is the worst thing that could have happened. Это самое худшее, что могло случиться. А закончить наш шоковый или шокирующий выпуск хотелось бы расхожей фразой, которую полезно вспоминать во времена потрясений. И это пройдет. Учите английский с Fuzzle English. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok